Подушки в виде косметики must have этого лета. Надо делать! Длинную подушку тушь можно взять с собой, чтобы отдохнуть на свежем воздухе. А еще она отлично впишется в интерьер. Нам понадобится желтый отрез флиса. Подойдет любая плотная ткань. Складываем его вдвое и лицевой стороной внутрь. Маркером рисуем продолговатую форму контейнера для туши. Вырезаем. Получилась форма бочонка. Отделяем колпачок. Склеиваем большую часть по краю термопистолетом. Также фиксируем колпачок. Выворачиваем его на лицо. Также с нижней частью. Шов получился ровный и аккуратный. Верхушка пока останется незакрытой. Оформим ее позже. Берем две полоски пурпурного флиса. Склеиваем их с обеих сторон. Выворачиваем на лицо. Получились такие же аккуратные швы, как и на желтом. Оформляем край колпачка. Подгибаем и приклеиваем. Вверх основной части мы оформили так же. Теперь приклеим сиреневую полоску к колпачку. Присоединяем к основной части контейнера. Мы зафиксировали полоску по всему периметру. Оформим дно. Сделаем его жестким. Приклеиваем к картонному кругу флисовый, чуть большего размера. Можно сделать такую основу из тонких пластиковых подложек. Закрываем дно. Через верхнее отверстие будем наполнять подушку. Для этого нам понадобится холофайбер. Проталкиваем его внутрь. Наша тушь приобрела объем. Верхнее отверстие мы закрыли так же, как и дно. Чтобы завершить оформление, нужно добавить название туши. Сделаем его из пурпурного флиса. Напишем и вырежем. Лучше иметь перед глазами настоящую тушь или открыть картинку из интернета. Раскладываем надпись на подушке. Осталось приклеить. Фиксируем буквы в том порядке, в котором мы их разложили. Ух ты, вот это тушь или подушка. Такая гигантская косметика пригодится на отдыхе и сделает твою комнату стильной и оригинальной. А еще из этой невероятной подушки получится классный и необычный подарок. Таких румян у тебя еще не было. Румяна открываются прямо как настоящие. Давай сделаем. Нам понадобятся две круглые картонные основы. Кладем один круг на черный флис. Обводим с припуском. Вырезаем. Сделаем две основные детали. Раскладываем наполнитель. Укладываем сверху картонный круг. Убираем наполнитель под картон. Приклеиваем флис. Это будет нижняя часть контейнера. Серединку сделаем немного меньше по размеру. Это будут румяна из ярко-розового флиса. Продолжаем так же, как мы делали черное дно. Кладем наполнитель. Прикрываем сверху картонной основой. И приклеиваем ткань. Соединим румяна с контейнером. Проклеиваем по краям. Крышку сделаем с вырезанной серединой. На черный круг кладем тарелку. Обводим. И вырезаем. Аккуратно оформляем края. Загиваем ткань и приклеиваем. На картонную основу кладем розовый круг. Накрываем плотной прозрачной пленкой. Сверху будет черное кольцо. В таком порядке. Теперь собираем крышку. Добавим наполнитель. Накрываем его картоном. Фиксируем ткань. На пленку нанесем логотип известного бренда. Нам нужна довольно большая надпись. У нас нет такого шаблона. Поэтому мы нанесем ее простым способом. Находим логотип в интернете. Делаем надпись на весь экран. Прикладываем пленку к монитору. И обводим буквы маркером. Теперь отлично. Заканчиваем собирать крышку. Приклеиваем черное тканевое кольцо к картонной основе. Обрезаем лишнее. Закрываем картон черным кругом. Крышка готова. Собираем коробочку с румяными. Обе части контейнера будет соединять тканевая полоска. Клеим ее под румяными. Фиксируем на крышке. Эта стильная подушка выглядит как настоящий румяный. Она не только удобного размера, но и открывается прикольным образом. Достойная пара нашей гигантской туши для глаз. Много мягкой косметики не бывает. Не хватает еще огромного бальзама для губ Элс. На нем будет очень удобно отдыхать. Возьмем нежно-розовый флиз. Раскладываем его в один слой изнанкой вверх. Нарисуем нижнюю половину контейнера. Проводим прямую линию. Рисуем стенку. Линия будет чуть изогнутой. И с другой стороны. Проводим прямую линию сверху. Вырезаем. Складываем посередине. Хорошо расправляем. Стороны немного не совпадают. Не беда. Отрезаем лишнее. Делаем две одинаковые детали нижней части. Дно должно быть шире, а верх более круглым. Верхних деталей тоже две. Склеиваем по внешнему контуру. Вкладываем одну половину в другую. Детали должны лежать лицевой стороной друг к другу. Швы совпадают. Будем склеивать их по краю. Это будет середина контейнера. Фиксируем термоклеем. Выворачиваем на лицо. Подготовим дно. По размеру подходит. Складываем пополам. Помещаем внутрь. Соединяем края. Фиксируем. Все приклеилось. Выворачиваем. И расправляем. С другой стороны будем вставлять наполнитель. Мы используем холофайбер. Ну а можно взять синтепон или любой другой подходящий материал. Закрываем вверх тканевым кружком. Подворачиваем края. Получается встречная складка. Заклеиваем ее. Сверху будем крепить название бальзама. Мы вырезали буквы из розового фетра на тон темнее. Фиксируем термоклеем. Эта подушка получилась более классической формы. И все же она напоминает любимый бальзам для губ. К тому же подушка Элс получилась очень мягкая и приятная на ощупь. Крутой экземпляр для нашей коллекции диванного декора. Необычные яркие подушки в виде косметики внесут разнообразие в интерьер. Тушь, блески, румяна точно повторяют все детали оригинала. Только они мягкие и гигантских размеров. Надеемся, тебе захотелось сделать себе такой удобный предмет декора. Пиши в комментариях, какие необычные диванные подушки запомнились тебе больше всего. Не забудь подписаться. У нас всегда найдется что-нибудь интересное для тебя. Жми лайк и ударь в колокольчик. Он прозвенит, когда появится новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok